Добрый день. В этом номере Гудка, на третьей странице, читайте о том, как стихия приостановила работу портов и прерывала переправу. Речь идет о Дальнем Востоке, точнее о Приморье. Здесь над Владивостоком и над частью региона брошился сюда циклон. Из-за этого усложнилось движение по Владивостоку, отменены некоторые автобусные рейсы на близлежащие города, на Находку, Славянку, Артем. В некоторых микрорайонах отключилось электричество. Также из-за циклона не удалось ввести разрузку в портах. Она приостановлена, потому что порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Сейчас этот циклон потихоньку ослабевает и идет в сторону Сахалина. На Сахалине уже, конечно же, получили предупреждение готовиться к этому событию. Там нам рассказали, что возможны, конечно, обрывы проводов из-за обледенения будут решать. В принципе, это не так страшно, потому что циклоны в Приморье и на Сахалину приходят довольно часто. Кроме того, стихия прервала паромные сообщения между материком и островом Сахалин. То есть нарушилась переправа в Анино-Холмск. Вчера только последний паром сумел дойти до острова, остальные из паромов стали на приколе. Уважаемые читатели Гудка, в Поволжье открылся новый пригородный маршрут. Впрочем, пригородным его можно назвать весьма условный, хотя пассажиры с 1 декабря будут ездить от Саратова до Волгограда на электричке. Понятно, что этот маршрут, он межрегиональный, собственно, как и название организовавшей его компании. Это молодая компания, межрегиональная пассажирская компания, которая пришла на рынок услуг перевозчиков в январе прошлого года. До сих пор у них был только один поезд, это Саратов-Ртищево-Балашов. И поначалу, они запустили в январе также прошлого года, и поначалу на него не было особого спроса, видимо, потому что не было рекламы. И в январе на нем проехало на этом поезде всего тысяча пассажиров, а сегодня ежемесячно на этом поезде катается 30 тысяч людей. И вот новый маршрут Саратов-Волгоград. Чем он примечателен? Тем, что теперь, используя этот поезд, пассажир может добраться как до Саратова, так и до Волгограда всего за 6 часов. В то время как на обычных поездах или автобусах люди добирались по 8. То есть экономия существенная 2 часа. А с мая в график движения поездов будут внесены изменения, и добраться от Саратова до Волгограда можно будет за 5 с небольшим часов. То есть это ускоренная электричка. Сейчас компания, в которой работает всего 27 сотрудников, и ни одному из них нет больше 30 лет, озадачена двумя вопросами. Они, конечно, хотят сделать свои маршруты максимально рентабельными, и задумываются уже о пуске третьего маршрута Сарата-Фортищева-Пенза. Возможно, для этого они арендуют подвижной состав у Плеволжской железной дороги, а возможно, на условиях лизинга будут покупать свои вагоны, свои электропоезда. Сегодня редакции нашей газеты продолжают дискуссию о совершенствовании системы перевозок на российских железных дорогах. Так вот, по мнению профессора МИИТ и начальника отдела Транснии проекта Михаила Шмулевича, срочно надо решать проблему с так называемыми подъездными путями промышленных предприятий. Дело в том, что эти линии, традиционно созданные, особенно в крупных мегаполисах, уже сдерживают развитие городов, ну и не приносят никакой реальной пользы, собственно, для развития железнодорожного транспорта. По данным ученого, в Москве в настоящее время протяженность таких промышленных путей, подъездных путей промышленных предприятий уже превышает 900 километров. Причем половина из них имеет протяженность самих путей менее одного километра, а на 40% из них выгружают в сутки не более двух-трех вагонов. То есть эти пути используются мало, а места занимает много, и эта территория в городах, как мы понимаем, довольно дорого стоит, и лучше на их месте стоят жилые дома или другие общественные здания. Поэтому, по мнению ученого, такие малодеятельные линии необходимо выносить за пределы городов и создавать там логистические центры, которые позволят более оптимально совершенствовать систему перевоза грузов, их накопления, погрузки и выгрузки. Помимо этого, вынос призных путей поможет решить другую важную проблему, как перевозку опасных грузов. Дело в том, что многие предприятия в черте города необходимы для жизнедеятельности, например, хладокамбинаты, используют аммиак, хлор и ряд других грузов, которые представляют потенциальную грозу для экологической среды. Так вот, если эти подъездные пути вынести за город, то и перевозок таких опасных грузов в черте городов и мегаполисов не будет. Помимо этого, удастся убрать транспортные переезды, где пересекаются железнодорожные пути и автомагистрали. В Москве таких переездов, например, 110. Естественно, что они сдерживают развитие улиц, мешают нормальному движению и создают дополнительные пробки. По мнению ученого, необходимо при создании так называемой комплексной логистической системы организации перевозок в больших городах учесть все эти проблемы и решить их взаимному удовольствию и железнодорожников, и погрузчиков, и владельцев многочисленных грузов. Сегодня, как всегда, вы увидите спортивную полосу, где найдете немало интересной информации. Об одной из них я хочу рассказать сейчас. Касается она чемпионата железнодорожной футбольной лиги, который продолжается на радость болельщикам, на радость железнодорожникам, которые, насколько я знаю, следят за вступлением команд своих предприятий. И в котором произошло несколько, скажем так, интересных событий. Интересных в каком плане? Замечательная команда административного хозяйственного управления ОРЖД. Замечательная в том плане, что на самом деле здорово играет. Демонстрирует очень неплохой футбол. И в 2010 году выиграла чемпионат на ЖФЛ. Получается так, что эта команда немного приостановилась, скажем так. Потерпела несколько поражений. И одну из них ей нанесла сборная о трансконтейнер. Причем непростое поражение, а со счетом 12-1. Представьте себе, как это больно ударило по самолюбию игроков АХУ. Но прошло совсем немного времени, и грянула еще одна сенсация. Новички ЖФЛ, команда Московской железнодороги, о которой мы не раз уже рассказывали, продолжают творить сенсации. И в следующем же матче команда «Трансконтейнер» потерпела от МЖД поражение. Поражение с некрупным счетом. Но поражение есть поражение. Разумеется, его посчитали большой сенсацией. Но я так полагаю, да и не только я один так полагаю. Специалисты говорят об этом, что ребята из Московской железнодороги, они просто очень здорово прибавляют и обязательно будут претендовать на самое высокое место. Ну, касательно этого матча «Трансконтейнер» повел в счете, но ребята из Московской железнодороги сумели не только сравнять счет. Они вышли вперед и, в конце концов, победный счет удержали. На этой неделе в Кубке Кубок ЖФЛ, не чемпионат, а Кубок ЖФЛ, сейчас проходит в Кубке ЖФЛ, наступает пора плей-офф в конце этой недели. Будут сыграны последние матчи группового турнира. И уже со следующего начнутся игры на выбывание. Сам себе турнир завершится в середине декабря. Следите за нашими публиканцами. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok